Генератор Vortex Bladeless, разрабатываемый испанской компанией, принципиально отличается от известных нам ветряных турбин, а именно отсутствием лопастей. В основе его работы лежит так называемая вихревая дорожка Кармана – феномен, наблюдаемый при обтекании газами или жидкостями цилиндрических поверхностей, в ходе которого образовываются цепочки вихрей. Так что новый генератор окрестили вихревым, а серию проектируемых установок назвали Vortex, то есть вихрь. Основным элементом его конструкции, как несложно догадаться, является цилиндр, расположенный перпендикулярно к поверхности Земли и сужающийся сверху вниз. Нижняя часть его закреплена на основании упругого стержня, а верхняя часть свободно колеблется под воздействием силы ветра. За счет этого процесса через систему генератора и вырабатывается электрическая энергия. Особенности конструкции позволяют генератору долго не изнашиваться, а также минимизируют потери энергии при колебаниях. По своим техническим, экономическим и экологическим характеристикам, вихревые генераторы близки больше к солнечным панелям, чем к обычным витринным турбинам. Vortex Bladeless верят, что будущее именно за их разработкой, поскольку в ней практически не используются подвижные элементы, вроде шестерней, зубчатых колес, валов и все тех же лопастей. Так что производство будет обходиться вдвое дешевле. В силу тех же причин, а также отсутствия необходимости применения смазочных материалов, стоимость технического обслуживания будет сокращена на целых 80% в сравнении с традиционными ветряками. Кроме того, инновация создает гораздо меньше шума при работе, что немаловажно, ввиду негативного влияния низкочастотных шумов современных вес на здоровье человека и животных. А отсутствие лопастей устраняет угрозу для птиц. Не обошли разработчики и проблему глобального потепления. Выделение парниковых газов при производстве безлопастных генераторов на 40% ниже, чем при производстве их современных сородичей. Среди прочих достоинств своих генераторов Vortex Bladeless отмечают их способность генерировать больше энергии на меньшей территории, ввиду их меньших габаритов относительно современных ветряных установок. Кроме того, конструкция вихревых генераторов позволяет располагать их близко друг к другу, что даже увеличивает их совместный потенциал. Мы протестировали работу устройств в аэродинамическом туннеле, расположив два ветряка Vortex напротив друг друга, и выяснилось, что вторая установка получает даже больше энергии, поскольку используют вихри, образованные первой. Говорит один из разработчиков Давид Сурьоль. Эта особенность компенсирует тот факт, что одна отдельная установка улавливает на 30% меньше ветра, чем классический ветряк. Еще одной приятной особенностью вихревой турбины является возможность установки ее непосредственно возле дома, офиса или любого другого здания, при условии наличия там ветра. Продолжение следует...